К возрождению военной подготовки в Брянском инженерно-технологическом университете готовится уже несколько лет. Здесь осталась мощная материально-техническая база, есть возможность привлечения офицеров запаса к преподаванию в новом центре. Мы планируем привлечь к работе бывших сотрудников военной кафедры, боевых офицеров с реальным боевым опытом работы, те, которые могут работать. У нас полностью остались помещения, здания, помещения бывшей военной кафедры, у нас законсервирован тир, и на базе учебно-опытного лесхоза непосредственно под Брянском есть территория бывшей военной части, где есть и плац, и необходимые, скажем так, площади для развертывания тактических всех необходимых сооружений. Ректор БГИТУ Валерий Егорушкин принимал участие во Всероссийской научно-практической конференции в Кубинке, где обсуждались вопросы подготовки кадров для резерва вооруженных сил на базе университетов гражданского профиля. Одним из условий создания центра является шефство и тесное взаимодействие с юнармией региона. О старте сотрудничества было подписано соответствующее соглашение. Сегодня подписано первое соглашение в Брянской области между юнармией и высшим учебным заведением, потому что это очень важно для нашей организации. Наконец-то мы можем более грамотно профориентировать наших юнармейцев на дальнейшее поступление не только в высшие военные, МВД, училища, а еще и в гражданские вузы, которые имеют военно-патриотический уклон и которые имеют уклон на подготовку военную наших ребят. Для меня лично создание военно-учебного центра на территории Брянской области имеет семейную подоплеку. Мой отец преподавал на военной кафедре как раз до 2008 года в Брянске, поэтому, можно сказать, являюсь продолжателем традиции по развитию системы патриотического воспитания на территории Брянской области. Планируется, что военную подготовку проходить смогут как юноши, так и девушки, а в планах совместной образовательной работы юнармии и университета – тематические лекции и проведение памятных мероприятий. Ближайшая из них будет приурочена ко дню партизаны-подпольщиков, а именно участию преподавателей в спецоперации по взрыву Голубого моста.